Привет! В этом уроке мы наконец доработаем основную страницу нашего сайта и мы создадим формочку для получения почты от пользователя, а также мы создадим футер для нашего сайта. А перед началом я хочу порекомендовать сайт itproger.com. На сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Итак, начнем мы с вами с секции, в которой мы будем получать имейл от пользователя, да и в принципе здесь же мы сможем выполнить процесс подписки пользователя на некую рассылку. Сам этот процесс мы реализовывать не будем, так как его невозможно реализовать лишь на HTML, CSS и даже на основе JavaScript. Тут уже потребуется некий серверный язык, даже тот же JavaScript он подойдет, но если использовать его в связке с Node.js. В общем, мы не будем именно выполнять процесс подписки пользователя, но мы будем получать данные от пользователя, будем их проверять. Все это можно будет легко сделать и организовать именно на основе обычного JavaScript. Для начала, как и всегда, мы описываем лишь HTML. Позже добавим стили, а еще позже добавим и функционал. Итак, заходим в HTML. Здесь же в блоке wrapper мы просто прописываем новый блок. У него будет класс контейнер, а также не забываем добавить еще один какой-то класс, например, email. Здесь же я прописываю заголовок. Текст заголовка, как и всегда, копируем просто с макета. И дополнительно чуть ниже у нас еще будет некий абзац. Также текст мы просто копируем и сюда подставляем. Еще чуть ниже у нас должен быть некий блок, в котором у нас будет, по сути, две секции. Первая секция с информацией и вторая секция с input поля. Поэтому мы давайте создадим такой блок. Добавлю к нему класс именно как блок. Далее здесь я прописываю div. И это будет как бы первая наша часть. То есть в этом div у меня будет находиться вот этот вот весь текст. Давайте даже некоторый текст сразу скопируем. Здесь я прописываю, например, h2 или давайте, возможно, h4 пропишу, так как все-таки это не основной текст. И пускай он здесь будет именно как h4. Дописываем еще и абзац. Дополнительно копируем текст и просто его сюда подставляем. Ну и далее мы просто чуть ниже создаем еще один div. Это у нас уже будет второй div, который будет отвечать за вот это input поле. Ну и тут мне просто на текущий момент нужно прописать лишь input поле. Указываем тип как email. А также давайте я пропишу здесь placeholder. И в качестве текста для вот этой вот подсказки я копирую все, что у нас прописано в самом макете. Плюс создам еще некую кнопку. И на этой кнопке у меня будет такой текст, который опять-таки копирую с макета просто как continue. Все. Чуть позже мы к этому всему добавим стили, а также добавим весь необходимый функционал. Сейчас именно в плане HTML мы описали всю эту секцию, ну и остается только поработать над стилями. Поэтому мы заходим с вами в наш файл CSS. И здесь в первую очередь я давайте обращусь к нашему блоку email. Здесь же я укажу то, что у нас будет padding bottom, то есть некий отступ снизу. И он пускай будет 120 пикселей. Также зайдем на сайт, просто посмотрим, что получилось. Вот у нас есть секция, есть некий отступ снизу. Ну, в общем, уже какие-то формочки здесь есть определенные. Теперь мы давайте еще раз обратимся к email, обратимся к h3. Мы давайте укажем, во-первых, margin top, например, 60 пикселей. А также посмотрим, какой же размер текста сюда стоит подставить. Просто выбираем этот текст, ну и видим, что размер 30. Поэтому font size указываем как 30 пикселей. Кроме того, мы давайте сразу, возможно, обратимся еще к блоку, к классу блок. И будем описывать стили для вот этого блока. Единственное, еще раз вернусь просто на сам сайт. Смотрите, в плане h3 здесь все верно. И также в плане текста, который тут чуть идет ниже. Мне кажется, что тоже все, в общем-то, верно. Возможно, возможно. Единственное, что можно было бы еще только дописать, это какую-то определенную ширину к этому тексту, чтобы он не таким большим был. Но давайте, наверное, это делать сейчас не буду. В принципе, мне и так он нравится. Поэтому просто переходим к описанию блока. Здесь для блока, в первую очередь, мне нужно установить задний фон. Ведь здесь он явно у нас отличается. Поэтому выбираем этот задний, выбираем этот, вернее, блок. Выбираем здесь, давайте выберу именно rectangle. То есть это вот этот вот квадрат. И выбираю свойство fill. Здесь же я просто подставляю нужный мне цвет. Также дополнительно, давайте укажу сразу margin top 30 пикселей, чтобы был какой-то отступ. Также укажу скругление углов, например, по 10 пикселей. Возможно, вставлю сразу внутренние отступы 40 пикселей и 3% по бокам, получается. Плюс, давайте укажем ширину для блока. Укажу ширину как 94%. И это вполне логичная ширина, ведь мы, получается, за счет пэддингов, забираем 3% по левую сторону, 3% по правую сторону. Уже получается 6%. Ну и добавляем еще 94%. И вот у нас получается, что общая ширина блока ровно 100% ширины экрана. Поэтому такая тут небольшая математика. Кроме того, прежде чем тестировать, давайте сразу еще пропишу здесь display flex. Также justify content укажу здесь space between. И плюс, возможно, align items укажу значение центра. Align items позволяет нам расположить элементы по вертикали идеально по центру. В моем случае идеально по центру. Ну и получается вот такой вот блок. Уже есть определенное скругление, отступ. Да и, в принципе, блок выглядит достаточно неплохо. Теперь давайте опишем первый блок, где у нас есть текстовые надписи. Для этого я обращаюсь к email block. Далее обращаюсь к тегу h4. И здесь мы, наверняка, давайте сразу обратимся просто к дизайну. Посмотрим, какой же тут у нас должен быть текст. Во-первых, можно заметить, что текст должен быть как medium, жирность его. А также размер текста 30 пикселей. Это мы и указываем font-size 30 пикселей, а font-weight у нас пускай будет как 500. Это именно значение medium. Ну и после этого получаем верную текстовую надпись. Относительно вот этого текста, то тоже, наверное, давайте что-то мы сюда допишем. Просто копируем селектор. Прописываем то, что мы обращаемся именно к абзацу теперь. И, наверное, я укажу лишь то, что размер этого текста пускай будет как 500 пикселей. Получается вот такой вот небольшой текст, он с переводом на новую строку. Ну, в общем, выглядит достаточно хорошо. Теперь самое интересное. Нам нужно добавить стили к input полю, а также к самой кнопке. Поначалу поработаем с input полем, а позже добавим еще стили к кнопке. И сделаем именно так, что кнопка будет внутри самого input поля. Итак, для начала мы прописываем селектор, в котором мы обращаемся к input полю. Здесь же я давайте сразу опишу некоторые стили. Например, мы укажем то, что задний фон, он будет идеально белым. Также давайте я укажу outline none. И это позволяет мне сделать то, что при выборе этого input поля у меня нету какой-то подсветки. Я не люблю эту подсветку и просто ее как бы удалил здесь. Также дополнительно мы давайте уберем с вами какую-либо обводку. Border 0 укажем. Плюс, возможно, мы давайте сразу с вами добавим еще и скругление углов 5 пикселей. Также укажем ширину для всего этого блока. Ну, к примеру, пускай будет 380 пикселей. И плюс... И плюс... Ну, давайте пока сохраним. Посмотрим просто, что у нас получилось. Вот так оно получилось. И плюс, наверное, нам стоит еще сюда добавить настройки относительно шрифта. Дело в том, что в input полях по умолчанию подставляется как бы стандартный шрифт. То есть у нас на всем сайте идет poppins шрифт. А здесь какой-то там Times New Roman или там Arial, например. И я хотел бы исправить этот момент, поэтому я давайте просто зайду в selector body и скопирую, соответственно, стили, которые позволяют мне установить шрифт. Сохраняем такое. И можно заметить, что у нас даже поле немножечко изменилось, так как теперь здесь именно шрифт poppins используется. То, что мне и нужно было. Дополнительно, мы давайте еще с вами укажем пэддинги. Например, по 20 пикселей по высоте, по 30 пикселей по ширине. Да и, в общем, уже получается красивое такое вот поле. Возможно, попробуем ввести сюда некий текст. Замечаем цвет этого текста. Если цвет текста вам нравится, то можете оставить. Мне, наверное, нравится. Но если не нравится, то можете color еще здесь прописать и указать какой-то свой другой дополнительный цвет. Я, наверное, пока это делать не буду. И вот еще какой нюанс. Если мы сейчас зайдем в макет и выберем наш вот этот вот placeholder, вот эту подсказку, то мы заметим, что здесь цвет текста для этой подсказки, он не просто черный, а какой-то там свой специфичный. И давайте мы тоже поменяем цвет текста конкретно для вот этой вот подсказки. Чтобы нам подобное сделать, мы просто прописываем тот же самый селектор. Единственное, что мы указываем после этого, обращение к псевдоэлементу placeholder. Таким образом, мы обратимся конкретно к подсказке, которая есть в этом input поле. И здесь я просто установлю другой цвет. Также этот цвет я давайте просто скопирую с макета и сюда я его подставляю. Подобное мы сохраняем. И теперь мы можем быть уверены в том, что здесь именно будет тот же цвет, который был в самом макете. Что достаточно здорово. Окей. Теперь поработаем над кнопкой. Смотрите, первое, что нужно сделать, это нужно просто добавить стили к этой кнопке. А позже мы укажем то, что эта кнопка, она будет именно закинута как бы внутрь самого этого input поля. Но для начала давайте просто пропишем здесь стили. И тут стоит отметить то, что эта кнопка, она у нас очень схожа с кнопкой, которая находится вот здесь в менюшке. А потому я предлагаю просто прописать схожий селектор, ну и мы получим те же самые как бы стили. То есть смотрите, мы заходим просто в селектор, где мы обращались к кнопке, что находится внутри шапки. И здесь же я просто прописываю запятую, указываю то, что я теперь обращаюсь к блоку email. Далее здесь я обращаюсь к блоку и обращаюсь к такому тегу как button. И соответственно именно к вот этой вот кнопке я тоже буду добавлять точно такие же стили. Кроме того, мы прописываем еще примерно те же самые действия и при наведении. Ну и давайте это все сохраним. Просто вот уже на текущем моменте посмотрим, что получилось. По итогу получается очень даже неплохо. То есть уже нужные для нас стили. Конечно, единственное, нужно их немножечко подправить. Ну и поэтому я прописываю здесь еще раз тот же селектор. Я укажу во-первых то, что у нас будет курсор pointer, так как мне нужен активный курсор. И плюс я давайте укажу, что border, то есть обводки никакой не будет. И получается вот такая вот забавная кнопка. Ну в общем выглядит по мне достаточно здорово. Возможно я бы только еще поменял пэддинги, так как мне не нравится, что кнопка достаточно какая-то маленькая, получается скучная. Поэтому я укажу, что например по ширине, как бы справа слева по 13 пикселей, а по высоте по 17 пикселей. И получается чуть больше кнопка. Ну вроде выглядит достаточно здорово. Наверное пока больше ничего добавлять не будем. Просто ставим такую кнопку. И теперь следующее, что нам нужно сделать, это нам нужно просто эту кнопку забросить сюда в input поле. Как же это можно сделать? Это можно сделать при помощи относительного позиционирования. И сейчас я предлагаю просто взять все наше input поле и сдвинуть его в правую сторону на несколько пикселей. Таким образом мы получим то, что кнопка она будет находиться как будто внутри этого input поля. Вот давайте мы это попробуем сделать. То есть я просто указываю то, что у нас этот input, он у нас теперь position relative. И далее я говорю о том, что мы его просто сдвигаем право на получается минус 50 пикселей. Ну и подобное сохраним. Вот мы замечаем, что действительно у нас сдвигается весь этот input, он залазит на кнопку. Единственное мы не видим саму кнопку. Сейчас мы это исправим. Но давайте для начала просто укажу то, что мы действительно сдвинем эту кнопку, например, вернее этот input на возможно даже 90 пикселей. И вроде вот мы все перекрыли. Теперь, чтобы у нас верное было позиционирование объектов, то мы давайте укажем то, что input поля у него z-index будет как 1, например. А далее мы добавляем position relative к нашей кнопке и указываем, что z-index здесь будет как 2. Ну и вот получается, что кнопка она теперь идеально находится внутри самого этого input поля. Более того, я могу, наверное, еще чуточку больше сдвинуть input, чтобы у нас тут был больший отступ. Да и теперь выглядит это все очень даже здорово. И остается лишь один маленький нюанс. Дело в том, что если я сейчас сюда буду прописывать текст, то в какой-то момент... Ну вот давайте я сейчас это попробую. В какой-то момент мы просто с вами будем залазить под кнопку, да. То есть у нас это input поле, оно же шириной досюда, и поэтому мы как бы залазим под кнопку. Чтобы исправить и этот момент, нам достаточно просто указать то, что у нас здесь будет padding right. То есть у нас будет в input поле, у нас будет определенный отступ справа, внутренний отступ. И укажем то, что этот padding right, он будет, например, у нас 100 пикселей. Или давайте даже больше, 120 пикселей. Что после этого мы получим с вами? Давайте опять-таки скопируем просто некий текст. Сюда мы его подставляем. Теперь мы получим то, что вот на этом моменте у нас как будто input поле, оно будет заканчиваться. И далее, что бы я ни писал, это input поле, оно просто уже как бы вот здесь его конец, и поэтому мы не залазим под кнопку. И я вот еще зашел в макет и заметил то, что текст на кнопке, он должен быть белым. У нас он не совсем такой. Поэтому давайте этот момент тоже мы с вами быстренько исправим. И мы просто указываем то, что конкретно для нашей кнопки мы устанавливаем такой цвет, как FFF. Ну и, соответственно, это будет белый. И вот наша кнопка теперь уже точно выглядит так, как и того нам хотелось. Теперь я предлагаю к этому input полю добавить еще определенные проверки, которые мы опишем на основе языка JavaScript. Наши проверки будут достаточно примитивными. В то же время мы просто сможем получать данные от пользователя, и мы их будем проверять, а также будем выписывать различные там ошибки, или же наоборот будем говорить, что все отлично. Первое, что нужно сделать, это нужно указать то, что при нажатии на эту кнопку мы будем вызывать некую JavaScript функцию. Поэтому я давайте тут прописываю обработчик события onClick и говорю то, что я буду вызывать такую функцию, как checkemail. Чуть позже я создам эту кнопку. Чуть ниже мы прописываем тег script, и в этом теге мы будем описывать весь JavaScript код. Здесь же я описываю функцию, которая так и будет называться у меня как checkemail. Она же вызывается при нажатии. Ну и в этой функции мне нужно получать данные из вот этого input поля, а дальше эти данные мы будем проверять. Поэтому я создаю здесь некую переменную, в которую я запишу данные, полученные из input поля. И чтобы получить данные, я просто обращаюсь к глобальному объекту document. Через него я обращаюсь к функции querySelector. И в эту функцию я могу передать точно такой же селектор, как у нас был в CSS, и просто указать, какой же конкретно объект я буду выбирать. Я, например, давайте укажу, что у нашего этого input поля будет такой ID, например, как email field. И далее все, что мне нужно указать, это то, что я выбираю поле, у которого ID будет как email field. Ну и, соответственно, значение этого поля я буду просто выводить на экран. И теперь давайте мы сразу попробуем еще на экран вывести вот этот вот email. Если я попробую именно вот в таком формате вывести это все на экран, то будет не совсем верный результат, так как сейчас мы в эту переменную записали полностью весь этот объект. Мне же из этого объекта нужно получить только значение, введенное пользователем, а по сути это значение, оно записывается в атрибуте value. Поэтому через точку обращаюсь именно к value. Ну и теперь я могу просто прописать здесь что угодно, нажать continue. У нас появляется вот такое вот всплывающее окно, где у нас есть тот же текст, который ввел пользователь, и это всплывающее окно я могу потом спокойненько себе закрыть. Таким образом, мы уже получили данные из input поля, и мы их получаем только при нажатии. Теперь я, наверное, давайте этот кусочек кода удалю. Здесь я сразу же пропишу то, что мы будем не полностью весь input получать, а будем получать только value, то значение, которое мы хотим получить от пользователя. И далее пропишем некоторые простые проверки. Например, обращаемся к полученному значению и обращаемся к такой функции, которая называется как includes. Эта функция позволяет проверить, есть ли какой-то символ в определенной строке. Если у нас не будет такого символа, как знак собачки, тогда я буду выводить всплывающее окно, и буду писать, что нет символа, и буду указывать знак собачки. По схожему принципу я давайте пропишу здесь еще то, что мы будем выполнять еще дополнительную проверку, и будем проверять на точку, и буду писать, что нет символа точки. А также пропишу просто else, он будет срабатывать в случае, если предыдущие условия оказались неверными, и я тут просто буду писать то, что у нас все отлично. Ну просто буду писать, например, все отлично. То есть какая теперь у нас будет логика? Мы получаем данные, мы проверяем, есть ли знак собачки, если нет, выдаем ошибку, если нет точки, тоже выдаем ошибку, а если есть и знак собачки, и точка, то, соответственно, будем писать все отлично. Ну и мы можем проверить, просто нажимаем, сразу выводится нет символа собачки, далее давайте я допишу действительно здесь некую собачку, пока точку еще не поставил, он пишет нет символа точки, теперь я прописываю еще точку, ну и правильно какой-то email, например, нажимаю continue, и вот он пишет, что все отлично. Таким образом мы создали input поле, мы верно получаем данные, мы их проверяем, ну а дальше уже вы можете с этими данными делать все, что угодно, это уже все делается именно на основе серверного некого языка, на основе сервера. Мы пока лишь создаем внешнюю оболочку для сайта. Ну и теперь, когда у нас эта секция полностью готова, мы давайте еще с вами добавим к нашему сайту секцию с футером. Эта секция будет достаточно простой, но опять же первое, что мы должны с вами сделать, это описать просто HTML. Смотрите, у нас футер, он уже не относится к градиенту, поэтому по сути весь код я буду уже прописывать вне в реппера, и тут я просто создаю такой тег, как футер. Далее в этом теге я создам div, и давайте укажу то, что у него будет такой класс, как blocks, возможно, а также такой класс, как контейнер. И опять же контейнер использую, так как у нас все идеально по линиям должно идти. И здесь, как бы в этом футере, у меня будет несколько элементов. Во-первых, внутри blocks, внутри как бы вот этого div, я буду располагать три дополнительных div. Здесь у меня будет логотип и информация, здесь пункты меню, а здесь как бы контактная информация. Все это позже я расположу при помощи флэксбокса. А ниже под этим div у меня будет просто горизонтальная линия и определенный текст. В общем, такое сейчас мы и опишем. Для начала прописываем просто div, далее мы указываем то, что у нас здесь будет span, давайте даже добавлю к нему класс logo, а также пропишу здесь просто слово logo. Дополнительно мы описываем здесь еще абзац, и текст этого абзаца, как и всегда, копируем просто из макета, и сюда мы его подставляем. И это, по сути, первый наш блок. Далее создаем второй блок, здесь у меня будет тег h4, например. Тут же я буду выводить информацию about us, просто тоже это все подставляем. Далее выводим список, здесь у меня будет несколько элементов, и давайте я просто все эти элементы скопирую, сюда мы их подставляем. Ну и получается открываем и закрываем все эти интеги. Ну и создаем еще третий здесь div, здесь также у нас будет некий заголовок h4, contact us, например. Также создаем здесь еще абзац, копируем текст, и плюс ниже еще у нас будет один абзац, просто с номером телефона. Тоже это сюда просто подставляем. Теперь мы как будто выходим из вот этого blocks, и чуть ниже мы прописываем с вами горизонтальную линию, hr, просто так прописываем. А также создаем еще некий абзац, в котором мы опишем вот этот вот текст, который находился тут в самом низу. Ну и подобное мы просто сохраняем. В плане HTML мы все с вами прописали, а потому заходим в CSS файл, и здесь опишем некоторые стили. Для начала обращаемся к футеру, и указываем то, что background здесь будет как просто черный цвет. Также давайте укажу еще пэддинги, они будут по высоте, и они по 50 пикселей у нас будут. Ну и заходим, смотрим, вот так сейчас выглядит наш футер, уже более-менее что-то похожее. Теперь далее мы давайте обратимся с вами к футер blocks, и укажем то, что здесь расположение всех элементов, оно будет при помощи технологии Flexbox. Также используем justify content space between, ну и если такое уже сохранить, вот все наши элементы, они располагаются так же, как в самом макете. Кроме того, мы должны обратиться к логотипу, указать к нему определенные стили, и честно говоря, мы можем этот логотип даже найти где-нибудь выше, например, он был у нас в шапке. И я думаю, что стили будут одни и те же самые, поэтому, единственное неправильно прописал, поэтому я давайте обращусь к футер blocks logo, сохраню это все. Ну и логотип будет точно таким же, как он был у нас в шапке. Думаю, это одно и то же самое, да и под дизайну оно тоже, в принципе, подходит. Теперь мы можем, опять же, спуститься в самый низ. Здесь мы обращаемся к футер blocks, далее мы давайте обратимся к абзацу, и скажем то, что этот абзац будет 300 пикселей, пускай, а также пускай у него будут какие-то отступы по высоте, например, по 15 пикселей. Получается теперь то, что первый наш блок, в принципе, выглядит очень даже хорошо. Хорошо. Окей, двигаемся далее. Теперь мы давайте обратимся к тегам h4. Мы укажем то, что у них будет определенный font-weight. Я уверен, что font-weight здесь должен быть чуточку более тонким. Давайте вот выберем. Да, видите, здесь medium используется, поэтому давайте укажем font-weight как 500, и, возможно, укажем font-size как 17 пикселей. Точно то же самое, что было в самом дизайне. Окей. Также дополнительно сразу же мы давайте допишем еще стили к ul. Здесь мы укажем то, что list-style у нас будет none, чтобы все элементы отображались не как список. Плюс мы обращаемся к каждому конкретному элементу и указываем то, что у нас будет отступ сверху, да и пока просто это все сохраним. Ну и посмотрим. Вот так это все выглядит. Вроде как достаточно неплохо. Возможно, к этим элементам я бы добавил еще только такое свойство, как opacity 0.8. Opacity это прозрачность. Ну, можно, конечно, было бы color подставить. Это уже по желанию. Ну, а в целом я добился того же результата, просто более такие, вернее, менее такие прозрачные элементы получаются, ну и немного они отличаются от about us теперь. Окей. Ну и относительно вот этого текста, который здесь находится, честно говоря, тут особо даже ничего не добавишь, ведь для h4 мы уже стили добавили, для абзацев мы тоже стили добавили, вот здесь еще их добавляли. Ну и в целом этот блок выглядит абсолютно корректно, поэтому ничего дописывать туда не буду. Теперь давайте мы обратимся к горизонтальной линии. Мы укажем то, что эта горизонтальная линия, у нее будут отступы по 30 пикселей сверху, снизу. Вот уже получается неплохо. А также я хочу сделать то, что сама эта горизонтальная линия будет чуточку тоньше. Чтобы нам подобное сделать, нам необходимо указать вот что. Во-первых, мы говорим о том, что border, он равен нулю, после чего эта линия полностью исчезает. Далее я говорю, что высота всего этого блока, пускай будет всего 0,6 пикселя, да, то есть стандартная высота была 1 пиксель для вот этой вот линии, а мы указываем 0,6 пикселя, например. И теперь все, что еще остается сделать, указать background и укажу, что background это будет некий такой серый цвет. Сохраняем это все. И получается вот такой вот блок, который по высоте 0,6 пикселей и у него есть определенная заливка фона. Выглядит вроде как очень даже неплохо. Окей. Ну и теперь мы давайте еще обратимся к футеру, обратимся к тому абзацу, который находится просто, ну который только принадлежит к этому футеру, то есть это только этот абзац. И укажем то, что этот весь абзац, он будет располагаться идеально по центру. То, что мы с вами и получили. Теперь мы получили точно такой же футер, который был и в самом дизайне. Получается, что главная страница нашего сайта полностью реализована. Здесь есть различные эффекты, да и в целом страница выглядит очень даже неплохо. Ну что же, а на этом наш урок подошел к концу. Надеюсь урок вам понравился. Ну и увидимся с вами в дальнейшем. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok